ЮДЛЕЙ! В общем, что хотелось бы сказать. Очередной таксист нокаутирован, все, кто там хейтеры писали, что Гена не может его пройти, Гена его прошел. А перед тем, как показать видео нокаута, который обязательно будет, потому что специальный парень поехал туда, снял нам это видео, и мы украли у него из инстаграма. Это неважно, как мы его добыли, в общем, это эксклюзив. Перед этим я вам хочу рассказать про парня, которого зовут Салим, он начинающий блогер, он ездит по залам и общается с разными звездами ММА и бокса. Он уже был у Каролины Ковалькевич, он провел день с Петром Яном, общался с Исламом Махачевым, а теперь у него цель поехать в Дублин и взять интервью у легенды смешанных единоборств. Отгадайте, кого? Правильно, Артем Келобова, а также Конора Макгрегора и, возможно, еще пообщаться с Деланом Деннисом. Чтобы это сделать, он хочет набрать 50 тысяч подписчиков, видимо, для этого он пока будет копить деньги, да, чтобы поехать в Дублин, приехать туда и задать, наконец, главный вопрос Конору Макгрегору, когда же он выйдет под песню Егора Крида на свой очередной бой с Ником Диасом. Да? Или с Нейтом? Да, неважно, я не шарю, вы же знаете, да, мне пофигу. В общем, ладно, все, подписывайтесь на Салима, помогайте ему там лайками, балалайками, подписывайтесь, там колокольчики ставьте, пишите комментарии и так далее, потому что парень определился, он знает свои цели, он хочет поехать в Дублин, давайте ему поможем, потому что кто, если не мы, своими подписками можем мотивировать делать качественный контент любого блогера. А парнишка крутой, мы с ним познакомились на интервью у Сереги Ковалева в зале, так что все переходим по ссылке в описании и подписываемся на Салима. А сейчас видео-накаут и Геннадий Головкин, напротив, Ролса. Ну что, вот так закончился бой, что тут сказать? Пока непонятно, новый тренер появился у Гена Головкина в штабе, а вот новый Геннадий Головкин у этого тренера не появился. Не знаю, то ли Гена Головкин действительно пока еще не понял, как работать с новым тренером, то ли он остался прежним Геннадием Головкиным, зачем тогда было менять Абелес Санчеса, непонятно. Но, в общем, суть такая, что я не увидел нового Гена Головкина, возможно, это не сразу все делается, да, там, как говорится, Москва не сразу строилась, но пропускал Гена в этом бою что-то слишком много. Хотя он и до этого там с тем же Альваресом пропускал, но сейчас что-то от какого-то таксиста, да, как его там многие называют, пропускать такие удары левые, я не знаю вообще, почему это. Хотя он сказал в интервью, что да, типа я дал ему побоксировать, но, возможно, это отмазка от того, что у тебя нет защиты, ну, не знаю, это не в укор Гене, но складывается такое впечатление. В общем-то, какие цели, да, Гена сказал в интервью после боя, что хочется, конечно, драться с Аулем Альваресом, потому что это единственный парень, который оставил две единички у Гены в рекорде, да, некрасивые, там, смотрятся, конечно, так себе они. Но что есть, то есть, да, тут ничего уже не поменяешь. Ну, в общем, да, бой прошел, слава богу, как говорится, Генн победил нокаутом, в своем стиле все круто, но вопросы остались. Пропускать, конечно, столько в таких боях, не знаю, стоит ли. Может быть, уже с новым тренером пора проработать какую-то новую тактику, поменьше пропускать, чтобы подольше побоксировать, потому что все-таки контратаки, да, когда ты увернулся, не пропустил, контратаковал, это смотрится интереснее, чем ты напропускал, и тут один удар попал, и соперник упал. Ну, как бы, биг-драм-шоу, оно и есть биг-драм-шоу, да, Головкин в этом весь. Будем надеяться, что это никак не скажется на нем, потому что вроде пока Гена держит, это прекрасно, да, биг-драм-шоу мы все любим, но вот, конечно, хочется посмотреть Гену подольше. По крайней мере, мне очень хочется, чтобы он забрал все свои пояса у Сауля обратно, потому что, ну, что там в Мексике, да, там же даже нормальных, как говорится, бутербродов нету. Хотя Джон Руиз знает, и, эээ, Джон Руиз, почему Джон-то, Энтони. В общем, суть не в этом. И обратиться к новому тренеру, новый тренер, как его зовут сейчас, а это обращение к Джонатану Бэнксу, новому тренеру Геннадию Головкина. Джонатан, ну давай какие-нибудь фишечки там введем, да, чтобы было что-то поинтереснее. Я уж тебе не буду говорить, какие фишки можно, да, внести, чтобы так раз и видео заиграло по-новому. Ну ты же знаешь, да, как, ты же тренер, поговори там с Анатолием Николаевичем Ломаченко, он знает, как делать. Раз и наоборот все. Так что вот, делайте вещи, как говорится, мы будем следить. Все подписываемся на канал Салима по ссылке в описании, все подписываемся на мой канал, мне осталось буквально там до 50 подписчиков немножко. И скоро-скоро выйдет интервью с Серегой Ковалевым, эксклюзив, который мы взяли у него в зале, на открытии его зала в Москве. Там я задал им вопросы про Андерворда, так что подписывайтесь и скоро-скоро оно появится вот на этом канале, буквально уже сегодня. Так что все, с вами был какой-то парень, всех обнял, спасибо Гена за очередную павину. Да, 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 да.